Более 60 миллионов гривен должен Нафтогазу Коростень, Житомирской области. Соответственно, отопительный сезон в городе под угрозой срыва. Есть ли шанс найти деньги до осени? Почему возникла такая ситуация, разбирались наши корреспонденты. 64 миллиона гривен задолжал Коростень, Нафтогазу. Если в ближайшее время долги не погасят, город может остаться без тепла. Страфные санкции несвоечасную оплату. Это позовы, это выконачивающие листы, это блокирование рахунков, что даёт неможливо вообще функционировать и работать в предприятии. А место чем? Если нет лимитов, то и нет тепла. И, конечно, нет газа, нет тепла в городе. Поэтому сегодня эта задача, может быть, стоит перед всеми теплопостачальниками в Украине. Из-за завышенных тарифов на тепло у людей просто не хватает денег, чтобы оплачивать коммуналку. А всё из-за государственной политики в сфере энергетики. Взагалі заборгованість за газ сьогодні є в всех тепломережах всей Украины. Так система побудована, что похоже, что замкнут округу никто никогда не выйдет. Больше то, нам про это говорится, специально так сделано, чтобы его не вышли, и чтобы нас весь час тримали в подвиженном состоянии. У нас, как бы, субсидии, много вопросов вырешивают. Но то, что я начинал решить нормы сегодня, снизили нормы на субсидии. И даже, маючи субсидии, люди доплачивают 500-800 гривен в месяц. Для пенсионера, который отримает там 1600 гривен пенсию, и такая доплата по месяцу очень большая, это тоже не может потянуть. И просто физично население не может проповедовать. В АП-блоке утверждают, деньги можно было взять из областной казны, но региональным властям, видимо, не до этого. На жаль, сегодня Житомирская областная администрация из того органа государственной влады, который мог бы защищать интересы громад области, интересы людей, областная администрация перетворилась на выборчий штаб одного из владных кандидатов, одни из владных партий. И все свои усилия направили выключено на подготовку выборов заместо того, чтобы отстойвать интересы сегодня области, готовить область до зимы. Чтобы разобраться в ситуации с отоплением, лидер АП-блока Юрий Бойко встретился с главой Коростеня, директором и работниками местного коммунального предприятия. Политик утверждает, решить проблему можно. В первую очередь, государство должно погасить долги по субсидиям перед местными бюджетами. Иначе городским властям придется брать деньги на выплату задолженности из других социальных программ, в частности, по здравоохранению и образованию. Заложниками космических тарифов, заложниками непредсказуемой политики правительства и снижения субсидий стали все. Местные бюджеты, громады, жители просто страны. То есть вот ситуация, когда подняли бездумно тарифы, субсидий не хватает и начинают отключать города, вкладывать штрафами за должность местные бюджеты. Город вынужден будет рассчитываться за счет привлечения местного бюджета, который вообще-то направлен совсем на другие нужды. На развитие медицины, на учебники, на лекарства, на помощь социальную. А он будет вынужден платить за газ, потому что такие драконовские тарифы. До начала отопительного сезона город сможет погасить около 40 миллионов гривен долга. Но что делать с остальной суммой, пока не знают. Ксения Барвиненко, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.